так сегодня с братом мы приготовим думляму на и вкуснейшую думляму и покажем подробно как это делается подготовили вот такую щепу слушай но в сковородке тоже говорят можно у нас традиционно сегодня что у нас у нас не помешает это не сделать так пожалуй начнем пошел дымок а это означает что скоро будет вкусно думлима это традиционное узбекское блюдо причем она даже по разному называется я почитал в интернете там говорят что она называется и думлима и как-то дум дума короче что-то вообще разное название и разные ингредиенты не смысл этого не меняется будучи вкусно вообще по идее оставляется жирок из парашки у нас такого варианта нет и мы добавляем растительное масло поддерживать но чуть-чуть не сильно сильный огонь сейчас будет шкварчать мы за основу возьмем индейку где-то тоже очень вкусно диетическое мясо не каждый из барамина поэтому сегодня готовим индейку кусочки мяса нарезаем примерно такие же как на шашлык мясо потом тушится становится размер меньше поэтому умельчить не стоит что начинаем начинать зашкорчала то есть она сейчас как бы запечатывается на получает стакнуть и поддаваться а тем временем мясо уже практически готова и сейчас будем добавлять овощи доводим мясо до такого состояния когда он уже становится таким светлым закрываем крышкой что-то время накрываем крышкой на 10 минут и на 10 минут оставляем томиться для этого замечательного блюда нам еще понадобятся томаты помидоры картофан синенькие морковка чеснок лаврушка лук и болгарский перец а но еще вот такой черный перец горошком но смотри вот в интернете что пишут что это это блюдо еще это бывает называют дым дома мясо овощное блюдо население земледельческих районов средней азии дум лима в общем короче я по-разному называют ее шикарный аромат аромат по одной щепе подкладываем и что поддерживать небольшой огонь мясо самодолго раздевать брат на все здесь мы пошло в вот это крутяк а вот из кожи пожелтела сачок уже выполнился теперь можно приступать к следующим шагам полукольцами ручок и морковка морковка взбадривает десна все это дело перемешано в садик гайбут вкуснота ребят вкуснейшая казалось бы ничего сложного нет на самом деле очень все просто но это сочетание мясо лука морковка в принципе все готово уже можно половых столов если очень хочешь есть мясо уже нежное лук уже практически дал свой сок и накрываем еще на пять минут так что с костром у нас рассолит так мы все выходим на финишную прямую пока еще нет но почти так и сейчас мы готовим секретный ингредиент соль замешиваем с перцем будем солить слоями солить перемешиваем соль перчик прекрасно все так это есть теперь что теперь мы открываем крышечку да все по плану все отлично так теперь добавляем чеснок перец и лавруху перец и лавруху давай все равномерно выложу перемешиваем перемешиваем аромат просто бомбейший уже так и закрываем все это дело на три минуты ухо завернулась племяш так ну что открываем минут три минуты прошло уже мясо жарилось получилось такая как видите как получается морковка дает свет свой определенный и это означает что все идет по плану так должно быть так то моё перемешиваем и укладываем все это дело своя самое главное 1 помидор от картошки чтобы они не заприкасались процессе готовки почему потому что питает мотошку все помидоры будут эффект самое главное так как из последовательность может быть разная но главное что помидоры вместе прикасались а теперь мы берем вот ту самую соль с перцем и солим этот слой да и солим этот слой засолили его и дальше дальше у нас идет теперь после помидоров засыпаем болгарский перец чего-то его мало после болгарского перца немножко саливаем ну чуть-чуть да так ну все следующем слое мы добавляем вообще бахлажан кладется кружками тоже ну получилось так что порезали его кусочками вообще кружками укладывать надо как это же помидоры у нас в рецепт брат мы делаем его вот такими да вообще так смотрите кружочком и вот так дальше у нас идет с вами по ходу дела картошка тоже большая кружка но это уже крайний слой да да уже крайний слой подсаливаем потом но тут можно хорошо посолить картошку можно целиком класть я целиком картошку не люблю кладу вот так это есть если будет чуть соленая допустим немного это тоже на любителя чтобы для того чтобы получилось больше сока больше воды и будет как соус так и все накрываем еще 20 минут засекаем 20 минут мы немножко доработали свой рецепт совсем же чуть совсем немножко потому что картошку мы порезали мелко добавили немножко воды и получается как соуса ну два часа он возможно такой нет ждать поэтому добавили воду капотку измельчили и на 3 40 минут и будет готова ну вот так ускольный процесс вот такой легкий финн с картошкой по-русски позволяет нам экономить потому что сидят что кушать сегодня с братом мы будем готовить вкуснейший рагу открываем сразу же готова получится чисто такое чисто вышло когда мы еще лишь ну давай что получается вот ребят не знаю сам очень вкусно да жидкости здесь стока пипец потому что вообще не лить на самом деле секретным ингредиент и очень обязательный это зеленушечка ребята аромат просто бомбейший аромат весны на это можно сказать общее основной ингредиент этого блюда вот посмотри как сразу приободрился внешний вид вкус какой пальчик оближешь он уже становится как густые все реально можно на вторую жизнь серьезно что так вкусно получилось очень вкусно блин дай мне еще тарелку но это получилось вот действительно по кубански вот все как мы любим вот так вот картошечка индюшечка а дымок чувствуется дымок они естественно морковь к ну в общем ребята это действительно потрясающее блюдо это мы готовили дум лему на получилось рагу кубанская кубанский 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 а это действительно вкусно Субтитры сделал DimaTorzok